В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что по вашему мнению достойно внимания прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. Неприятный инцидент попал в объектив мобильного телефона Казанца. У одного из торговых центров конфликт между тремя мужчинами дошел до рукопашной. При этом это скорее избиение, чем честная драка, так как мужчина, получающий удары, в меньшинстве. Признаться, есть вопросы и к автору видео. Так просто стоять и снимать тоже не дело. Никто, конечно, не просит лезть в драку, но попытаться вмешаться хотя бы на словах все же можно, да и даже нужно. О причинах конфликта нам ничего не известно. Смертность на трассах Татарстана по-прежнему находится на довольно высоком уровне. В основном водители гибнут при лобовых столкновениях, а значит речь идет о выезде навстречку. Как правило, штрафы жители республики не пугают, да и ловят таких нарушителей не так уж часто. Однако в Татарстане стали использовать камеры на аэростатах. Теперь на некоторых трассах съемка дорожной ситуации будет вестись с воздуха. И вот как раз на такие нарушения, как выезд навстречу, они и рассчитаны. Отмечается, что водители, которые попадутся на таком нарушении, будут останавливаться на постах. И в дальнейшем дело может дойти до лишения прав. Поможет ли это снизить смертность на дорогах? Поживем, увидим. И в продолжении темы смертельных ДТП. На трассе под Елабугой водитель Киа превысил скорость, заходя в поворот. Он не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Последствия ДТП сняли местные водители. Хозяин корейской иномарки погиб. Заблудившийся водитель. Так назвали в соцсетях автолюбители из Челнов. Тот то ли намеренно, то ли случайно пытается повернуть на развороте, который предназначен для встречного направления. Сказать, что он мешал тем, кто пытается развернуться по правилам, это мало сказано. Представляю, какие проклятия летели в его адрес от других водителей. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер». И в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». С вами был Артем Захаров. До встречи.